Всем привет! Сегодня мы решили отправиться на выставку лодок «Самара Бот Шоу». Сразу скажем, мы ничего в этом не понимаем и не умеем делать обзоры, но у нас есть ПВХ-лодка, на которой мы круто проводим время и много путешествуем. Да-да, действительно много. Кто с нами давно, тот знает, а кто впервые на канале, обязательно посмотрите. Мы не знаем, что нас там ждет и что из этого получится, но тот, кто не попал на выставку самостоятельно, сможет увидеть все нашими глазами. Да, и не забудьте поставить лайк этому видео, вам не сложно, а нам приятно. Ну что ж, вперед и приятного просмотра! Да, мы решили начать сначала с причала, самого такого сочного и самого дорогого, наверное. Ну нет, здесь обычно лодки тоже не представлены. Я не думаю, здесь разные сегменты, от самых маленьких до самых больших. Ну, красные лодки – это наши любимчики на ближайшие пару лет. Давайте посмотрим. Вот это рундуко. Здесь точно наши все вещи поместятся на наше путешествие. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь. Ну и мотор сразу соточка. Да, кстати, мы поехали в эту поездку с нашими родителями. Пожалуйста, они сзади тоже себе присматривают небольшой катерок. Присматривают катерок? Да, он не уходит. Елене Геннадьевне понравился данный катер. Чего, блин? Здесь с рундуками будет проблема. Семешей. Ну, это для другого, Дашечка. Почему ты кьюар-код не сделал? Сделаю, набьюсь его здесь. Здравствуйте. Добрый день. Здравствуйте. Это уже через три лодки. Хорошо. С огнями, с плавами. Получается, руль там, да? И, мне кажется, будет не очень видно всю дорогу. Какие-то маленькие окошечки, да? Ну, да. Но расписано. Под хохламу. Точно. Это плюс один сразу. Отечественный производитель. Да. Ну-ка, Даша. Почувствуй себя капитаном. Ух. Да, вот это лодочка. Да. А где здесь спать, получается? Раскладывается? Ну, вот, видишь? Здесь, видимо, вот эта спинка. Она, наверное, как-то сюда кладется. Размер... А, 6 метров. Да, то есть здесь есть спальное место. Получается, что эта подушка сюда помещается. И здесь, вот таким образом, можно расположиться. Но, правда, я думаю, то, что здесь в полный рост не поместишься. Нет, в полный рост говорят. В полный рост, да? В 85, а помещается. А, ну, значит, мы тоже поместимся. Просто кажется, то, что меньше пространства. Нет, просто здесь это все же убирается. Еще вот эти вот подушки. Это все убирается. Вот, и, соответственно... Ну, если интересно, то можно разложить и посмотреть. Да, давайте посмотрим. Так, сейчас нам покажут процесс раскладывания спального места. Заодно посмотрим, как это быстро происходит. Очень быстро, да. Смотри, раз. А я как раз думал, что вот эти пазы, они для этого и предназначены. Ну, что, испытаешь, Даш? Ну, такое оно, полутораспальное. Ну, для двоих человек. А это, получается, тактика, да? Да. Абсолютно новая модель. Да, мы у них таких не видели, кстати, модели. Круто. А какой мотор сюда нужно? Вот с сотого, да, с 150-го. Ну, со 115-м даже она будет себя комфортно чувствовать за счет небольшого веса. 150-ку это... Потому что, как раз, запасно. Да, вот сейчас я стою, получается, посередине. То есть у меня еще где-то сантиметров 10, да, над головой. Здесь также вот люк есть. Он открыт сейчас или снят вообще, получается? Снят. А тут, значит, уже пониже. Но здесь ходить не будешь. То есть, получается, здесь уже посадочное место. Все достаточно удобно. Ну, хотя у меня опыта эксплуатации таких лодок нету, но... Как я могу посмотреть, то, что вот лично, если убрать эту табличку, то обзор достаточно хороший. Хотя мы оттуда, нам казалось, то, что будет обзор не очень. Ну, немножко мешает эта перегородка, но можно сюда смотреть, чуть-чуть отклонить голову. То есть, в принципе, все видно. Ну, когда вот я в катере тоже сидел там... Ну, так же, чтобы подойти, допустим, к берегу, нужно было привстать. А здесь вот за счет низкой этой панели, то есть, в принципе, все видно. Ну, единственное, у меня вот эта вот передняя часть, как бы, ну, здесь только если рыбу ловить с нее. Да, закрыто, видимо. Здесь закрыто, туда мы не пройдем, но можешь снять через стекло. То есть, особо вот, да, представим, куда бы мы тут свои вещи сложили. Там два рандочка. Маленьких. И, в принципе, это все пространство, оно получается, как бы... Ну, вот рандок, что ли. Ну, да, но он тоже, скорее всего, маленький. Ага, здесь вещи лежат. Так. Ну, и все получается. Вот здесь вот, да? А, ну, там спальное место лежит. Сейчас небольшие лодочки посмотрели мы и переходим, собственно, к огромному. Уже от 115 лодочек и латуры. Очень, да, очень симпатичный. Мы с тобой такой в Москве смотрели, кстати. Только он был немножко другой. Да, в том яхтку и покатил, да? Угу. Это хаосбот, видимо, огромный такой. Нет, вот этот 4,5? 4. Есть такой же 8-метровый за 3 миллиона. Уже готовый оборудованный, готов к плаванию. Катер АМГ-920. Это чисто автобус. Автобус на воде? Да. Катер как трансформер. Мы его можем под семейный катер, соответственно, переделать. Туалет уже есть с душем. Вот, кроме этого, наверх можем лежак сделать. Вот, ну и здесь можем делать перегородку, спальное место за кораблем. То есть перегородку вот здесь вот ставится. Спальное место, 1,5-метровое. Вот, и, соответственно, ухли здесь можем сделать. То есть получается как мини-хаосбот такой будет. Да, то есть можно сделать так. А он в габарите, да? Два с половиной метра он идет и девять. Вот, то есть если даже в другой город, можно на фуре его перевезти. Вообще нет. А вот с этим мотором идет? В продаже он без мотора идет, но рассмотрим предложение. Мотор на данный момент Сузулька у нас V6. 175. То есть смело до 60 километров он идет. Если с мотором, плюс 2 миллиона, то 6,5 будет стоить. Ну что, для бизнес формата такого, да? Ну да. Может быть как такси использовать, да, перевозка, может быть семейник, пожалуйста. А там палка на верху получается есть или нет? На данный момент нет, но это все как бы предусмотрено. Сейчас мы с вами пройдем на хаосбот. Единственное зеркляр здесь представлено. Двухэтажный. По первой фаузе погуляем и на вторую тоже зайдем. Это, конечно, уже целый дом. Огромная кухня. Больше у нас дома раковина. Ну да всем ты не говори. Холодильник. Вешенка. И целая комната. Это раскладывается здесь, наверное, сразу. Ланч зона. Да. Телевизор. Огромный. И санузел. Давай санузел посмотрим. Ух ты! Можешь здесь прихорожиться. Раковина. Пожалуйста. Все есть. И туалет. Для жизни. Можно сразу же на полгода уходить. Очень классно. И это первая комната. Большое двуспальное место. Еще есть окно. Здесь же есть баня. Заходим сюда. Можно попариться, если сильно замерзли. Пожалуйста, там печка. Пойдемте на второй этаж. Ох, какая большая площадка. Целая зона. Здесь можно и фуршетик какой-нибудь небольшой. Даже есть рукомойник. Пожалуйста. Вымал. Покушал. Полежал. Позагорал. И жизнь отдал. Мы даже не будем спрашивать, сколько он стоит. Но это очень классно. Больше старости, наверное. Чему бы и не. И пойдемте, пройдем с вами. Посмотрим самые большие яхты-катера. Мы пришли на большую лодку. На дорогую. Да, и нужно разуться здесь, чтобы... Сразу видно, да? Да, да, да. То есть сразу видно премиум. Так современненько выглядит, я вам сказал. А осадка у него какая? С осадком 0,60. 0,6. К и великам проходят там, где полметра. У него 12-15 градусов. А вот тут показано. Здесь сейчас установлен двигатель 300 сил. А вот этот джойстик, это как подруливающее устройство, да? Подруливающее устройство. Бетус, Ковпро. Сраванское. Подруливающее устройство. Что-то еще стоит. Пауэрлифт система. Отпускает ягон или бёрд. Все самое необходимое, чтобы отправиться. Поют. Да, вот я смотрел, по-моему, обзор. Там можно прям им как джойстиком управлять, да? Ну, немножко другая система. Да, без джойстика есть такая система. Можно надыкать джойстиком на 360 градусов. Но это относится к стационарам. На подресняке вы просто можете на месте разворачиваться вот так вот тоже. Только с помощью еще и основного двигателя. Подруливающее оно вам нос так корректирует. А заднюю часть вы уже основным двигателем. По сути, парковаться удобно, конечно. И двигателем, и патрулью. Я смотрел, там два мотора бы установлен. Где? На ютубе. А, вы смотрели просто видеообзор. Да, да, обзор, да. И там стояло. Ну, как мы предлагаем версии с одним двигателем. Можно два поставить. Можно один основной и докатку маленькую поставить. Все зависит от отжимания. 17-й винт полугрузовой и система пауэрлифт, что его еще и вверх поднимает. То есть, можно вообще по мелководию проходить. Понравился какой-нибудь пляж, двигатель вверх поднял и прошел. В общем-то, эта система ставится, чтобы экономить топливо. То есть, он рассчитан и построен для того, чтобы ходить в дальние путешествия. Можно было с семьей. То есть, теплая вода, отопитель. Тут стоит система подогрева каюты, кабины, кокпита, души. Там внутри тоже есть выход теплого воздуха. То есть, тут тепло и комфортно. И уходить можно в путешествие. Вот у нас заказчики из Самары в Москву своим ходом 10 дней. То есть, ставится радиостанция. Можно на Черное море дойти. То есть, можно путешествовать и уходить в море. А какая скорость у него с этим мотором? С 17-м винтом 64-67. Больше он не разгоняется, потому что достаточно габаритный. Ну и пустая скорость это большое не нужно. То есть, на круизной скорости самый комфортный ход. Это мягкий ход. Не чувствуется ни волн, ни тряски. Чувствуется безопасность и комфорт. И плюс, вот эти все отделки и панели, они дают дополнительную шумоизоляцию и виброизоляцию. У него очень мощный силовой блок. Блоки непотопляемости. То есть, судно невозможно утопить. У него поэтому нет паурундуков. Вот в отличие от французских катеров. Потому что у него там полностью блоки плавучести расположены. Так, идем смотреть еще одну лодку. Перед свадьбой подходи. Я понял. Продолжение следует... Вот мы вышли с выставки. Тебе понравилось? Да, понравилось. Я увидел много-много дорогих катеров, которые в ближайшее время я не куплю. Но в принципе, ну, было офигенно. То есть, мы посмотрели разные варианты. От самых маленьких до самых больших. Вот. Много смотрели там в размере 8+, там 7,5 метров. Но это скорее просто для интереса. Также нам понравилось несколько вариантов в будущем для себя. Возможно, да. Фирмы Триера нам понравилось, да? Да, да, да. То есть, такая интересная лодочка была. Ну, она, в принципе, такая достаточно классическое исполнение. Но световое решение, и все-таки иногда прям решает. Да, да, да. Красивая лодка. Ну, также катер посмотрели. Босфор 580, который... Ну, мы его уже видели, кстати. Но видели в ангаре, а сейчас увидели на воде. И там был сам хозяин этого катера, который нам много рассказал о нем. Вот. То есть, это... Ну, вот, Феникс 560 нам нравится. Но его здесь не было. И вот Босфор 580. Ну, два таких самых интересных варианта для нас в будущем. Возможно. Кстати, очень приятно, когда нас узнают и подходят к нам, говорят, что мы вас узнаем. Поэтому подходите. Нам очень приятно. Было несколько наших подписчиков. Мы с ними тоже пообщались. Очень приятно, когда люди вообще проявляют интерес. И мы всегда рады тоже пообщаться. Обменяться мнениями, так скажем. Вот. Рассказать о своих планах. Поэтому смотрите обязательно новые видео. Если понравилось видео, ставьте лайки и ждите новых путешествий. Всем пока. Всем пока. До новых встреч.